всем привет сегодня коснемся ремонтов которые дорожных ремонтов который проходит по городу есть такое пожелание водителей городских ни один человек ко мне обращался что слушай вот такая беда вот никакой никаких обозначений иногда в фейсбуке выкладывается лишь резы по сегодня там или ну какие-то страницы розыкненские выкладывают информацию со схемами дорожного движения ну не каждый же водитель сидит в интернете на фейсбуке там или но короче нет информации на дороге руководствуйся дорожными знаками отсутствуют знаки разметкой но когда нет ни разметки потому что ну вы видите какая дорога какая тут разметка и нет дорожных знаков то собственно что людям делать суть чем ремонт движется то есть то там перекопают здесь перекопают и местные жители которые живут на это в этом районе они уже теряются в догадках как утром выехать и а как утром за вечером заехать к себе вот во дворы и прочее потому что например поселилась вот около дома культуры вчера говорит проезжали допустим а сегодня уже едем а там уже перерыто и нигде никакого знака нет то есть знаки стоят только на въезде въезд запрещен ну в самом начале ремонта а вот эти дворы которые зоне ремонта ну там беда там вообще никак то есть каждый раз за счет этого складывается лишний трафик за счет этого люди нервничают за счет этого непонимания какое-то ну короче говоря вот видите вот на входе в ремонт вот так вот дорога перекрыта кто-то тут есть допустим он живет рядом и едет на входе есть знак вот он висит вес запрещен но дорогу сегодня перерыли например и все проехать невозможно никто об этом не знают утром человек сел в машину торопится едет а тут вот все перерыто полотно и не проехать надо делать с разворота когда таких там 5-6 машин все разворачиваются все куда-то в общем вы поняли идея вот в чем конечно это уже вряд ли чему-то поможет но будущем было бы неплохо как-то извещать какие-то знаки временные ставить там передвижные чтобы человек не дергался на кирпич повесить что нету кода а в результате как я и говорю все нервничают все значит теряют внимательность это конечно не оправдание но из-за этого в городе вот вы сами видите сколько аварий ну и сегодняшний день не исключение сегодняшний день может быть их было и больше ну например вот трудно даже представить как может случиться такая авария на ровном месте сейчас вот увидим что это рядом с ремонтируемыми участками может быть человек разнервничался действительно на этом участке смотрите получается на ровном месте что называется попа в нос нос в попу ну непонятно даже как кто-то тормознул кто-то соблюдай дистанцию называется это все понятно ну и конечно помимо вот этой аварии сегодня было не то что авария но такой можно сказать показательный случай два мотороллера стоят на перекрестке один мотороллер и вот учиться ездить в жилете вы видите рядом с ним справа стоит другой мотороллер девушка которая только что но не только что который уже научилась которая уже умеет ездить видимо и так захотелось выделиться перед учащимся что вот вы видите как она выделилась и в принципе она собиралась ехать дальше но вот боевое пострадала вот бмв пострадала девушке пришлось остановиться видимо они там разберутся между собой кто и как всем удачи всем пока да Субтитры создавал DimaTorzok